Всем привет, меня зовут Кирилл, я играю за Лейкерс, мой игровой никнейм Лимон, я Кокотон. Всем привет, меня зовут Айдек, я из команды Лейкерс, мой игровой никнейм Пилуччи и моя роль Фрагер. Как вы подготавливаетесь к игре физически и морально? Перед играми в основном это происходит за часа два до игр, за часов шесть я пытаюсь проснуться до игры, чтобы быть более-менее собранным к играм, а физически я начинаю готовиться примерно за два часа. То есть это начинается с полигона, потом вовки всякие, там с миньки пострелять, семечки, тройку, четверку раздублить. И потом там начинается два на два с командой, ну последние минут 20 примерно. И между играми мы там играем два на два, если рано очень умираем или, ну в основном мы в основном когда рано умираем. Какую другую команду из Казахстана вы рассматриваете как сильнейшего соперника в борьбе за трофеи и почему? Если рассматривать команду из Казахстана, то так как это единственная команда, это Рухи, мы рассмотрим ее, потому что они в принципе неплохо сыграли квалификации. И я бы не сказал, что они прям суперсильные контендеры, так как это в любом случае довольно новая кровь. И так как большого опыта игры на ланах, игры на официальных тренировках у них нету, то они конечно слабее, чем половина команд, которая играет, но в любом случае ожидаемо от них получает. Как была создана команда и что помогло вам подготовиться к трениру ПМСЛ? Команда была создана еще год назад и прошлым летом мы полностью все лето готовились и в конце августа забрали слот на ПМСГ-квалификациях, слот в Азию на квалификации. Тем самым остальной год, который шел до весны, мы готовились и заняли второе место по итогу квалификации Азии. Подготовка происходила так, что мы готовились и анализировали демпы разных команд, тем самым смотрели еще мап-стриму, а также были практически готовы ко всему со стороны команд. Единственное, что могло нам помешать, это пинг из-за дистанции серверов, что в принципе сыграло свою небольшую роль и поэтому мы забрали второе место. А так, в принципе, мы были готовы ко всем командам и сейчас готовимся к следующему стадию этого турнира и будем сразу побеждать. Что вдохновило вас продолжить карьеру в соревновательных играх и как вы стали профессиональным игроком? Все началось в далеком 2018 году, тогда вышла первая китайская версия PUBG Mobile. Я ее скачал через какие-то китайские сторонние программы и точно так же зарегистрировался там. Там и начал играть и примерно спустя года два мы начали играть в какие-то турниры вместе с друзьями. И оно как-то закрутилось так сильно, что в конце концов мы сидим сейчас здесь на лане. А так никогда не было какой-то прямой цели достичь именно киберспорта в этой игре. Это, в принципе, все просто так закружилось, как отходы до профессиональной деятельности. Я начал играть примерно в то же время, в 2018 году, но в то время я был очень зациклен на любительской игре. То есть очень любительской игре и не было никакого стремления выйти на про-уровень. Появилось стремление выйти на про-уровень в течение прошлого года. За этот год мы с парнями достигли очень хороших результатов в коммерческих турнирах, а также в полуофициальных турнирах. Тем самым мы выиграли слот, как я уже об этом говорил, и прошли на квалификации на лан-турнир в Непале. По-твоему, хотел бы сказать всем спасибо, кто нас поддерживал все это время. Хотелось бы лично поблагодарить своих родителей, своих друзей, свою девушку за поддержку, за то, что они всегда меня поддерживали в самые трудные минуты моей карьеры. Всем спасибо. Также хотел бы добавить спасибо всей огромной семье Lakers, которая нас поддерживает и болеет за нас на трансляциях. Также хотел бы сказать спасибо своей семье, которая меня поддерживает всячески. Также хотел бы подчеркнуть огромную поддержку своей девушке, которая поддерживает меня на протяжении всего этого года. Этого года в полупрофессиональном и профессиональном киберспорте, на который я плавно стараюсь уходить. Без нее бы этого всего не получили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова